здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 30 декабря а блогер из пермитров универсунов алексей борисов ну во первых я благодарен за внимание к моим скромным постам смотрят слушают по поводу звука да вы правы я куплю все такое времени куплю эту петличку с микрофоном может получше немножко но проблема не в этом вы знаете меня смотрят мои тексты то в общем-то они не развлекательны потому что меня смотрят больше семи миллионов человек это причем офицерский корпус меня люди которые служили в армии системе управления смотрят меня смотрит администрация президента да они делают вид что это смешка с надменом но это одна из самых таких отработанных форм дискредитации знаете когда человека выставляют дураком смеются над ним кстати это было свое время сделано в отношении павла первого одного из самых загадочных если хотите и оболганных русских императоров именно он кстати пытался провести в стране и правовую реформу не заставить дворян служить конституционную реформу пытался ограничить так сказать возможно самодержавие и так далее но к сожалению его убили махиаловском замке и так далее именно при павле первому россия могла бы совершенно по другому пути начать развиваться но к сожалению не удалось и в общем-то один из способов его дискредитации это было вот его объявили сумасшедшим кстати это екатерина хотела она хотела его положить сумасшедшим дом объявить сумасшедшим и преемником назначить назначить александра внука поэтому это способ он известен и я через это все прошел когда я начал говорить о том что руководство фсб при помощи бандитов решала хозяйственные вопросы меня психушку положили причем я уже рассказывал и повторю что там целое вы не представьте какая там дилемма разорвалась эту историю знают все врачи психиатры москвы как им выламывали руки и так далее ну какой я сумасшедший я бывший сотрудник гб фсб их комиссии проходил миллионы миллионы и так далее и даже они не могли не поставить не смогли поставить шизофренирую хотя руководство фсб 3 волосу меня признали шизофреником почему они написали психопатия паранального 7b так называемый ну это вообще знаете это не диагноз то есть почему потому что именно потому что вот мои жалобы о том что при помощи бандитов чеченских решали женщины страдали почему наши сотрудники наших сотрудников и так далее поэтому я что-то проходил и меня всегда предлагали только предлагали одну не ругайся с нами не так сказать что называется иди в нашу команду руководство фсб предлагала и все сделаем и я уже давно был бы в фаворе так сказать и поверьте мне я был не на самых худших счетах и так далее но есть грань через которую я вот для себя решил никогда не перешагивать это жизни и судьбы детей и женщин нельзя так сказать ну к сожалению я в бога не верю моя семья моя бабка род полежаевых кирьяновых один из самых древних на руси он идет еще с новгорода к великому эту землю чердоне там так сказать заселяли вот эти вот выходцы из новгорода и так далее мы по 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 родословной даже древнее романовых там кошка фамилия и так далее поэтому но есть вещи которые во мне заложены видимо генетически да это моя родина это моя страна и когда вот мне говорят что вот ах зачем ты ругаешься зачем так сказать вы знаете поручив достоевский федор михайлович стоял 28 метров стрельного столпа я говорил об этом да вот зачем ему это надо зачем они входили в кружки и зачем-то сказать они пытались ограничить самодержание как николай тоже проводил очень разумные реформы первым и тоже отчасти было богом или отмену припасного права как и готовил он провел кодификацию уникальную стране ну неважно но вот зачем это нужно было зачем лермонтову нужно было идти на дуэль он был не сносный человек мартынов был совершенно не виноват в этой доле он заставил на обменный был с кавказа уезжал в петербург ругался со всеми и так далее ну и таскать талантливые они к сожалению вот такие понимаете было видимо какой-то вариант психопатии у лермонтова был из 26 писал классик шагнул под пистолет но я задаю вопрос хорошо нет у лермонтова нет достоевского нет капитана толстого которого кстати тоже выгнали из армии за карточные долги и так сказать какие-то письма писал он к руководству при осаде севастополя там какие-то предложения дурацкие вот руководство не воспринимал он обиделся молгался долги карточные не отдал но хорошо этого нет нет меня нет кружков нет а что останется где будет россия где будет офицерский корпус рушилась страна понимаете 90-е годы присяга который я давал так сказать там это все это рушилось я что должен был это воспринимать как само собой разумеющийся ну понятно что основная масса там она вот такая и без разницы левым правым и так далее но есть кто-то кто-то сказать составляет сердцевину те кто-то сказать плачет за россию переживает кто стоит на шафот и идет так сказать вот саблин капитан капитан 3 ранга 76 году расстреляли поднял требуя реформ от брежнева да он поднял восстание на корабле я видел за дело в колонии вывел корабль на рейд и его расстреляли там захватили там даже командовать было команду применить торпеды потопить храма да то есть в этот мятеж там 64 у кссф поэтому расстреляют но вот он кстати был че-то лангий записки и письма и дневники были вообще материалом дела уголовного я видел но он переживал за россию он действительно хотел в стране политическую реформу он понимал что дальше тупик если ближний против прокурство кпсс не пойдет на реформы страна рухнет он это понимал да он преступник да он мотивация у него была совершенно другая это не желудок не желудок не себе так сказать шкуру свою спасти так сказать он думал россии и вот я думаю что кто кроме нас будет о ней думать кому она нужна понимаете этим барыгам что ли да они все разворуют пропьют поэтому мы ходим в кружки мы ругаемся мы так сказать и ходим на дуэли идем так сказать всех ушки сбросают стреляют ну а без нас чтобы да ничего не поэтому вот сегодня я хочу еще затем что сказать что готовится видимо изменения конституции серьезно это идет процесс который то не объединение белоруссии и это же стакан по моцами белоруссии и украины в 24 году до чтобы продлить его путином и лукашенко сейчас дергается дергается он понимает что если он будет этому противостоять его просто убьют потому что ну это уже машина это уже так сказать и так далее вот сегодня картошку привез президенту так сказать ну по-крестьянски так хитрит там так сказать дергается потому что решение в нем принято объединение один это государство это еще правление но проблема в том что курс то не меняется курс как был антинародный как идет процесс разрушения экономики систем управления стран так это все и продолжается понимаете и вы хотите чтоб я к этому безучастно относился что я но рамках законно конечно родил те кто меня призывает там брать оружие и так далее но друзья мои вы поймите правильно я слишком хорошо знаю эту систему они только ждут от нас мы как-то себя проявили потому что нарушили закон что всех пересажать еще на этом мы делать не пойдем в этой связи вы знаете очень интересно события семнадцатого года восстания сегодня уже публикованы документы что на самом деле восстание готовились сам захват власти да троцкий и часть офицеров генерального штаба кстати 70 процентов офицеров генерального штаба ушло офицеров армии русской ушло к большевиков и они готовили захват да потому что ну это только в кино даже снялся толпа там работяк там бежала с оружием и захватила но это все ерунда потому что любая операция даже специалисты и сталин и сталин бочбруевич там кто там у нас большевиков они входили в этот штаб туда входили офицеры генерального штаба которые готовили этот захват власть поэтому он прошел без особых так сказать потрясений без бюджет и так далее и кстати те реформы которые проводил и сталин потом это национализация отраслей промышленности крупных создание крупных литийных хозяйств это все предлагали николаю второму да потому что так сказать в принципе олигархолический капитализм который создавался в россии гибели в стране это все говорили николай второму но к сожалению больше любил семью семью жену устал от власти он говорил так что я с 94 года в власти после смерти отца Александра этого что даже солдату через 25 лет положена отставка а я столько лет и мне тоже было но устал человек это понятно для нас так сказать нереально как можно устать от власти а он устал он хотел частной жизни он хотел так сказать любил семью идет он что он возглавил ставку в первую мировую войну и писал каждый день письма по 20 столиц жене любви и объяснялся ну прекрасно что ты так не дослужина но ты главнокомандующий ты все-таки правитель государства поэтому поэтому к сожалению произошло то что произошло сегодня ситуация намного сложнее я уже говорил об этом что ведь сталин же начинал практически реформу я вам говорю 13 лет он не собирал съезды парк кстати венинг не собирал 10 лет с 7 по 17 ведь сталин с 39 по 52 да он объявил так сказать о необходимости реформ в 52 году об отделении партии от государства он фактически отделил да он был уже премьер-министром на западе так и называли премьер-министр сталин в партии его тоже называлось секретарь цк 1 из 10 и на последнем пленуме говорят что он прямо уже сказал что реформа будет после этого его отравили и ужасно это было отравление уже называют даже яд и академик который проводил вскрытие писал записку по лидерам после чего и мертвым нашли и так далее но дал дело даже не в этом а дальше а дальше были реформы хрущева которые в общем то были направлены на укрепление вот этого аппарата кпсс и пик этих реформ прошелся в 67 году когда по инициативу суслова пришел к антропов в 67 году и создавал тогда пятое управление когда бы защита конституционного строя по сути политическую полицию при помощи именно на базе этого пятого управления антропов боролся за власть странное убийство кулакова и машерова это все готовые сотрудники пятого управления наверняка конечно вещи не пишут уже просто кстати первоначальная группа альфа была прикреплена к пятому управлению для чего про защиту конституционного строя это веновство и отдельно есть это функция прокуратуры а дальше я говорил об этом не буду повторяться а дальше же вот с 87 года в рамках кгб тоже на базе пятого управления создавались вот эти вот все национальные фронты в республиках национальных все это было делал кгб ну не само как бы по заданию циклопроцесска все это делал яковлевик горбачев кгб это все-таки исполнитель прежде всего они сами так ничего и вот эти вооруженные формирования которые на кавказе организовывались тоже создавал кгб басаев прошел двухмесячные курсы вымпел на базе группы вымпел в москве активистов кавказа они там обучали через ровному делу агентурные работы конспирации и тогда все это дело как бы то есть фактически процесс развал сссср в те годы готовили при помощи руками кгб пятого управления к сожалению но к сожалению тогда в том ведомстве в том управлении не было людей которые сказали что вы делаете это же кстати противовес пятого управления могла быть только контрразведка военная там что-то кто-то где-то так сказать понимал пытались так сказать они кстати контрразведка играла на стороне генералов да помните посадили руссто тут в те времена эффективно только реальная позиция кпсс в верхушке кпсс могла составить только армия да и попытка была и кстати когда говорят о взрыве на атомной электростанции в чернобыле в 1866 году это уже интересное событие нам так и не рассказали что же там делало было такое управление которое занималось охраной атомных объектов кгб вот накануне взрывов в чернобыле они проводили там учение и про это учение ничего не говорят и когда говорят что там какой-то техник специально отключил так сказать для того чтобы ну друзья мои ну кто хоть когда-то в жизни работал с техника тем более то надо узнать прекрасно что она вся рассчитана дурака там есть функция защиты от дурака и вы не сможете там никак отключить без дублирующего сигнала без это сказки поэтому я думаю что это был так называем грязный ядерный взрыв да когда у кого-то армия поняла что он такой горбачев как его предатель сдает страну американцы говорили что никогда русский генерал не применил ядерную бомбу не сбросил они применили они рванули чернобыль сказали нет мы применим после этого помните 87 году руст посадили и все руководство убрали а русский толпозоном провалы впервые в эти годы в эти дни кгб не поменяла свой чужой даже уже говорить нечего понятно потом якорьев из 87 года вот начала начался помните фильм обаладзе общество мемориал создали начался целенаправленный процесс разрушения советского союза это все дело с руками кгб кгб пятое управление в республиках на местах создавали рух создавали национальные фронты и так далее все это делал горбачев якорю к сожалению тогда в кгб не нашлось никого кто бы мог так сказать закусив у дела защищать страну да путем сочной карьеры жизни наверняка убили бы наверняка оставили без работы но из то что вне нас есть россия знаете к сожалению после этого сегодня в фсб и таких людей просто нет не осталось людей которые пришли там типа то ли края генерал которого я ругался который на мой взгляд и они организовали все это с детьми так сказать выселениями и так далее когда я противостоял до что нет но вы знаете из какие-то условности какие-то моральные которые дети там даже страдать даже маленькие дети все это прошло все это по моей судьбе проехала судьбе миллионов людей проехала и не осталось как бы никого кто бы так сказать мог говорить нет потому что люди многие еще не понимают и не знают проблем протезе так ним нет мы их любим и уважаем но мы-то знаем это все мы-то да над нами будут смеяться до меня пыталась просто как бы представить сумасшедшим а у болтает сумасшедшим но такова судьба такова жизнь но при этом совершенно не по сумасшедшей с моей судьбой обращались с моей мамой то что она пережила так сказать так далее написали рук вашего сына чудо здорового крепкого парня бросают в психушку зашелом поля ну какие глаза были представьте как так и кузбурную за технику ну ладно поэтому друзья мои я хочу сказать что ситуация очень сложная очень очень сложная политические игры они вообще странные но тем не менее стали на удалось переиграть двадцатые и тридцатые годы и за два года провести мощную цивилизацию страны создать страну великую он не был гением но он был просто порядок человек я хочу сказать поэтому когда я заявлял и заявляю сейчас в девяностые годы что я сталинист конечно меня там в рухом наживали но люди просто мало образованы так нет на них время я не хочу и у нас тоже все получится и мы сможем провести так сказать инвестивилизацию за два года за две пятилетки станет систему управления начать реальную борьбу с коррупцией и так далее все это совершенно абсолютно реально стране в нас заложен такой потенциал в русских вы не просто не представляете потому что так сказать ну такова история наша история нашей цивилизации пришли общинные цивилизации да ведь это же не случайно слова на филе говорили что русская община это слово всему миром коллективом мешали и так далее ну ладно поэтому друзья мои вот такая ситуация жизнь сложна многообразна но когда лифт грима риме не что можно бы худым день пить потому что мы не питер то нельзя бы поэтому сложно создать за сложное трудное все мы это прошли смутное время нашла себе говорю почему люди страдали теряли жизни судьбы имущество а ты почему должен так сказать в это смутное время как что-то получать это карьеры делать и тогда часть своего народа часть своей империи русского народа ему тяжело и тебе тяжело он пойдет на поправку и ты пойдешь вместе с ним поэтому мне не грех бояться я выполнял свой долг то что я дальше как бьет описал будешь что делай свое дело будешь что делай я выполнял ну мало ли что там ФСБ руководство хоть папа римский хоть император хоть президент хоть господь бог такая профессия спасибо ваш бессонов сей борисыч